Ну что, привет, друзья! Это новый выпуск, в котором вы увидите, как мы постреляли с Серёгой Романовичем, как мы потренировались с человеком, который установил мировой рекорд. Мы возьмём у него интервью, это Игорь Ким, будет челлендж, после которого вы сможете попасть в мой блог, и вас увидит 200 тысяч человек, это минимальное количество. Ну и, конечно, мои новые мощные цели на спорт. Наконец-то я им занялся, короче, смотрите, этот выпуск до самого конца. А здесь, судя по всему, зона опасности. Эй, остановите его! Ты умрёшь сейчас! Я вызываю тебя на батл, плавал на стол, убегал, меня рвало, короче. Это означает, что его был микроэнси. А это дерьмо! Короче, ребята, я понял, что хватит оттерпеть. Решил, наконец-то, начать заниматься с тренером, и мы будем заниматься с Игорем. Игорь, здорово! Всем привет! Мне сказали, что Игорь – это супертоп, самый лучший. Короче, будем проверять. Ну, вернее, будем проверять меня. Если по проблемам со здоровьем, это на первом этапе всегда нужно знать. У меня пять лет назад был разрыв связки, вот здесь, на сноуборде упал. Тянет? Да, тянет, да, немного, короче, когда начинаю заниматься нормальным спортом, то всё окей. Потом не занимаюсь опять. Как сильно и мощно готовы тренироваться? Я готов очень сильно. Я всегда, если что-то делаю, то погружаюсь прямо в максимум. Так что я готов там каждый день. Так, значит, в принципе, здоров. Да. Готов по максимуму выкладываться. Так, друзья, я решил разнообразить свой досуг и начать заняться тем, чем я не занимался никогда. И в этот раз это, знаете, что? Это «Калибр», это спортивно-стрелковый комплекс. Короче, будем сегодня стрелять. Для меня это новое, я вообще никогда это не делал, никогда мне не нравилось, более того. Из ружья я один раз стрелял, но это не в счёт. Здорово, Серёга. Как дела? Привет. Да, Сергей. Привет. Опасное помещение, короче, смотри, мы проходим. Ё-моё, заклеет. Тут всё в решётках. Короче, Серёга сделал линию одежды своей. Вот эта вот кофта, это его. И эта куртка тоже, да? Всё моё. Это красава! А это тюрьмой! Да, вот такие футболочки у нас. Да, кайф. Ну, это вышивка, кстати, то есть это не принт. Да, не принт. Всё вышивка делаем. Известный фэшн-дизайнер Сергей Романов. Да, короче, я ссылку оставлю снизу, можете посмотреть, что за одежды. А где у вас? У вас инстайли с сайта уже есть? У нас инстаграм. Инстаграм, да? Да, короче, на инсту оставлю ссылку. Короче, будем стрелять в зоны безопасности. А здесь, судя по всему, зона опасности. Это Сергей, инструктор, да? Да. Всегда предполагаем наличие патрона в патроне. Он тут может оказаться либо случайный, либо его оставили преднамерен. В такие моменты в фильмах всегда человек, которому это объясняет, он берёт и сразу 10 из 10 выстреливает. Но это не тот случай. Сейчас мы всё-таки попробуем, посмотрим, как полетит. Хорошо, ещё раз. Прицелимся и плавно-плавно тянем. Значит, чуть вперёд тело в корпус подаём. Да, вот таким образом. Давай, начинаем плавно нажимать. Вытру, не ждём, ещё раз хорошо. Это было быстро. Дёрнул. Разрядить оружие. Извлекаем магазин сначала. Всегда всё начинается с магазина. Так, это... Вот она кнопка. Переворачиваю, чтобы было удобно. Два раза... Нет, не кладём. Два раза передёргиваем затвор, палец убираем. Делаем контрольную сторону мишени. Всё, оружие разряжено, кладём на стол. Всё. Вот он, снайпер! Но тут, смотря, как цель поставить, как задача. В принципе... Так и скажи, что ты сюда целился. Значит, вот это был первый выстрел. Да, первый был самый хороший. У тебя полетел более-менее хорошо, да? Остальное уже полетело вниз. То есть, начал бить пальцем по спусковому грычку. То есть, ты уже начал ждать выстрел. Первый, почему полетел хорошо, потому что ты не знал, как будет всё происходить. Какова реакция будет организма на вот это всё дело. А потом у тебя уже мозг начал сам руководить. И ты начал, соответственно, дёргать. Мы сейчас это исправим. Ты готов покорить мишень? Я готов. Эй, остановите его! Яблочко. А, я думал, тут будет все пять из пяти. Нет, вот и промазал. И вот ещё. Ну вот, да. Это было первые два вместе. Потом. Это третий был. Потом четвёртый. Ты дёрнул, и пятый уже более-менее так. Да. Летел ближе. Но если бы всё сделал правильно, они все пять были бы здесь. Реально, как только начинаешь думать о том, куда стреляешь, забываешь, как правильно всё делать, и думаешь о цели, то сразу попадаешь мимо. Так что, главное, сначала первичная техника, да, и потом только... В жизни, короче, да? Да, это реально же как в бизнесе, да. То есть, ты думаешь не о бабках, да, а о том, как сделать крутой продукт вначале. Поэтому здесь ты думаешь, как правильно выстрелить, и только потом о том, какой будет результат, какие-то вбирки появятся. Короче, Серёге выдают 24 патрона. Вот. Я стреляю в семью всегда. Ну и вот такой результат. Я не пулемёт. Не, у меня просто, у меня восемь мишеней из семи патронов. Вот. Я ещё, я ещё ему помогаю. Вот парочку всегда делают чужие. По ощущениям, как объём падает, вес падает. Сколько там было? 84,5 патронов, упало до 83, 82,5, и всё, сейчас зафиксировалось на этом. Ну вот последние там три дня. Стояние каждый день одинаковое. Ну вот, там, 1500 калорий. По белкам было? Плюс-минус два капучина. Вообще нет. Не, не узнал по белкам. Цифра. Не успел цифру, да. Да, у меня вот в ваших цифрах. Там, знаешь, может быть и нормально, но у меня цифры. Да, кстати, вообще реально одно из самых важных, да, это ежедневные результаты. Я вот Игорь и скидываю каждое утро. Ну что, друзья, мы продолжаем вас знакомить с интересными бизнесами, причем это не только такие крупные компании, да, но и небольшие, которые только начинают свой путь, и одна из таких компаний, это компания Женя, компания называется Daily Work. Что это за стартап, что это за бизнес, насколько он интересен, сейчас нам об этом расскажет сам Женя. Женя, здорово. Здорово. Да. Ну что, пошли в офис, все, расскажешь, как есть. Пойдем. Как вообще путь начинался у предпринимателя, потому что вот нас смотрят те, кто в самом начале обычный. Вот как у тебя это было, с чего ты начинал? Слушай, ну такая интересная история, на самом деле, как раз это я был в девятом классе, и, собственно говоря, пришла такая идея заняться курсовыми, дипломными, рефератами. Я дал объявление, и, собственно, с этого все началось. Сколько денег ты зарабатывал? Слушай, я честно не помню цифру, но я точно помню, что у меня деньги были, денег было больше, чем у отца, который вот у меня военный, да, полковник, собственно, армии, офицер, и я вот получал больше, чем он, и как бы это вот удивлял родителей, откуда вот деньги. Да, да, кстати, вот так и думали, но я потом показал, говорю, пойдемте, я вам покажу, как эти деньги, как мне дают эти деньги, они сходили, увидели, как я их получаю, и все стало понятно. Окей, ну давай, расскажи про то, что есть сейчас уже, что за бизнес? Смотри, сейчас бизнес, проект Daily Work называется, это сервис популярных услуг, так скажем, да, то есть человеку нужно что-то сделать, неважно, какую-то проблему, мелочь, там, что-то кому-то привезти, что-то починить, что-то отремонтировать, и, собственно, вот для этого сделан сервис. Он, в принципе, нужен всем, каждому ежедневно, да, решает какие-то проблемы. А давай какой-то интерактив, что возможно мне сделать, что заказать такого? Слушай, ну я сейчас, я сейчас пойду к Маше, да, встреча цветы, не хочешь подарить, например? Так, ну я буду у нее уже через полтора часа, вот если за полтора часа успеет довести цветы, то запросто успеет, конечно. Точно? Абсолютно. Давай проверим. Так, смотри. Вот, напиши, вот здесь сразу доставить, доставить цветы, да? Так, я люблю, знаешь, что, розы, кустовые, такие, белые. Мне очень нравится. Розы, кустовые, белые. Что написать, типа, купить в магазине, да? Да, прям вот как тебе нужно, так и пишешь. Купить в магазине, в цветочном магазине. Да. В магазине. Тридцать одну штуку. Бюджет пятерка. Пятерка, да. Нормально. Расскажи, как вообще начинался этот бизнес, как вот ты первый заказ получил, как это было? Слушай, вообще, кстати, изначально хотели сделать сервис по праздникам, да? То есть, вот эти вот промо-модели, какие-то праздники, такая узкая ниша. Ага. Потом что-то подумали, а зачем, когда вот, в принципе, функционал тот же, а можно так широко взять. Сколько прошло времени, вот как вы начали заниматься этим сервисом до первого заказа? Сколько? Сервис писали около года сам по себе. Ну, чуть меньше, да. И потом запустили его, и когда пошел первый заказ после запуска, где-то, слушай, ну, на самом деле быстро, где-то через неделю уже. Как вы развиваетесь? Сейчас очень много каналов маркетинга, и, собственно, все в них уже начинают путаться, плавать, не понимать. И особенно для регионов это реально большая такая боль, потому что там очень мало таких людей, которые могут настроить это все, да. И, собственно, вот эту задачу мы, скажем так, берем на себя у нас, собственно, отдел, который настраивает, скажем так, вот эти рекламные кампании, причем с таким охватом, то есть там и какие-то Viber рассылки могут быть, и какие-то вот контекстные рекламы, и Google, и Яндекс, и социальные сети, опять же, тот же Инстаграм, вот, то есть рекламные ролики. То есть вы находите партнеров в регионах, да, и помогаете им раскрутить ваш сервис там. Мы делаем две разминки. Первая разминка – это кардиоразминка для того, чтобы разогнать и разогреть весь организм, получше к кровообращению. А вторая разминка – это разминка, неофициальный массаж. Его называем так. Нужно прокатать мышцы для того, чтобы обеспечить человека от травматических всяких последствий. Дальше он будет тяжелый. И сейчас тоже не особо приятно. Почему мы разминаем плечи в этом положении? Потому что плечевой сустав – это считается один из самых сложных суставов. Если один раз травмируем, то потом будет не очень хорошо. Тоже, расскажи, ты же в книге рекордов гинялся, знаешь, что такое? Упражнение делал Бёркли, вот то, что ты сейчас выбрал, вот это упражнение я его и делал, сделал его там, ну на самом деле я не доволен собой, потому что я там поставил цифру одну, а выпал на другую, я сделал 4500, 4500, и 12 часов я его и делал, конечно, было не очень хорошо. 12 часов без остановки? А остановки были, там на 15 минут я уходил, там поесть, хотя я ел на сцене, чтобы меня промассировали ребята, ну быстро, то есть там просто регламент был, что нельзя уходить за пределы там, ну площадки больше, чем на 15-20 минут. И вместе с собой кто-то еще был? Нет, не один был. Ты один на сцене? Да, одна, есть большая сцена, и вот я один там, ушел в коридор и просто тупо делал, положался, положался. Четырец пункт тысяч. Внимание, рассказывай о последствиях, он два месяца не чувствовал неба, это означает у него был микроинсульт. Да, я его не чувствовал, было дело такое. Два месяца не чувствовал? Ну половина неба я не чувствовал. А еще, а еще когда он делал, он говорит, я буду продолжать, ты сделал 4500, 5500, я говорю, я буду делать, и врачи ему говорят, ну по твоим анализам, если ты продолжать, ты умрешь. Он говорит, ну хорошо, ну да, я сниму. Вот это был такой, это был аргумент, ты умрешь сейчас. Это сколько тебе лет было? Два года назад, вот мне сегодня годовщина, мы сегодня, кстати, пришли, мы сегодня поздравляем. Мы празднуем, видите, я отжимание делаю. Сделаем чейнж, короче, смотрите, 4500 раз бёрпи сделал. Кто сделает 4600? Ну что, че, че, че. Нет, давайте, короче, просто делаем 10 бёрпи, снимаем это на видео и делаем это в каких-то очень крутых, необычных местах. Я не знаю, на крыше, в самолете, еще где-то, короче, просто делаем бёрпи, 10 бёрпи с вас. И тот, кто снимет самое офигенное, мощное видео и выложит его в Инстаграм с хэштегом физрукосенко в одно слово, хэштег. Отметит меня, отметит Игоря, мы сейчас ссылку оставим. Это видео вставим в наш выпуск, и вас увидит 200 тысяч человек, как минимум. И еще разыграем, еще разыграем, давай вот этот мяч. Да, давай. Короче, и вот этот мяч, приедите сюда на тренировку в небо, сделаем вам бесплатную тренировку. Давайте. Выкладывайте видео, хэштег физрукосенко, все, давайте, погнали. Смотри, задача наша такая, чтобы наш стивилизатор разработать, нам не нужно обманывать свое тело и вводить себя там в диагональ, потому что так легче. Ты должен стоять так, как будто ты стоишь на четырех точках опоры. Поехали, тяг. Эй, раз. Не разворачивай токус. Два. До конца разыграем. Еще один раз. Дети. Может у кого-то работать, тренироваться во дворе. Я не знаю ни одного человека из своего ближнего круга, кто бы реально мог системно хотя бы месяц тренироваться так, без похода в зал, без работы с тренером. Это реально надо иметь какую-то очень жесткую цель, очень системное мышление, но предприниматели точно не такие. В основном это много идей, много эмоций. Чтобы вы понимали, я тоже занимаюсь тренером. Да. Про тренеров скажу. Они такие, есть ребята, которым главное, знаешь, чтобы заплатили денег клиент. И все, они особо больше там ничего не делают. Они его жалеют, они там перед ним стелятся. То есть, если есть, короче, такой тренер, от такого тренера надо бежать. Я вам клянусь. Это просто проверено вот на клиентах, на себе. Я это просто видел. Когда я вел такой довольно жесткий образ жизни, там, бухал по выходным, там такое, ел всякое, ну, все ел подряд. Я весил 87 килограмм, 87 с половиной, наверное. Я просто был в вейкбор, огромное лицо. Минимум был, наверное, вот в таком сознательном возрасте, где-то было 78 килограмм, когда я занимался боксом. Постоянно 5 тренировок в неделю. Вот, но потом на вейкборде я вот это с трясением мозга получил и, короче, все, забросил. Да, потому что я... Попадали мне в челюсть, и, блядь, мне сразу, короче, меня вырубало жестко, кстати. Понял, что это мы. Воспользуемся случаем, вот, и возьмем у Игоря такое экспресс-интервью. Игорь, спасибо, что согласился. Главные твои достижения вообще вот в спортивной карьере. Ну, я не знаю, это первое для тебя или какое, но это нереальное достижение. Это вот эти четыре с половиной тысячи бёрпи, это книга рекордов Гиннесса, да? Да, сделал я четыре с половиной тысячи. Для меня, конечно, это было, знаешь, как, я придумал это спонтанно. Я очень люблю детей. У меня была детская группа, когда я ещё жил, я сам с Волгограда, когда я жил в Волгограде, я тренировал детей. И так получилось, что, ну, постоянно же мы смотрим телевизор, ещё что-то, да? Я там видел, там, детей, которые болеют раком, там, ещё чем-то. Я сказал, короче, мне надо сделать что-то такое, отдать часть своего здоровья, чтобы можно было какие-то деньги собрать на лечение. И вот я придумал сделать рекорд мира и тем самым собрать какие-то там деньги на лечение детей. И вот мы собрали, там не особо много, конечно, было, но мы собрали и отдали какой-то фонд, по-моему, подарили жизнь, если не ошибаюсь. И когда я поставил этот рекорд, мне, знаешь как, меня позвали в Америку, тренировать сборную страны Америки по боксу, быть вторым тренером функциональной подготовки. Предлагали неплохие деньги, и там, и так, и так, то есть звали меня через знакомых. Но я вообще отказался с какого-то нервника делать, как так. Я думал, сейчас, знаешь, у меня будет сильно большой подъём в Москве, ну, в стране, но этого не оказалось. И сейчас меня опять зовут, и у меня опять сомнение, ехать мне или не ехать. Куда зовут? Штаты? Штаты зовут, да. Поэтому я в таком состоянии, непонятно. Хотя у меня и здесь всё в порядке, но знаешь, и почему была депрессия, потому что я понял, что я не расту. То есть я всегда должен расти. Главное, знаешь, я никогда никого не обманывал. То есть вот я иду честно, справедливо, постепенно, но вот шаг за шагом. Так я и пришёл, ну, как можно сказать. Смотри, а вот ты говоришь, что я зовут Штаты. Там, если не секрет, какие деньги предлагают, что такие условия? Не секрет, предлагаю деньги, ну, как бы относительно не маленькие для меня, да, я считаю. Что предлагают до 10 тысяч долларов. Месяц. Месяц, и при этом мне дают там дом, квартиру, я не знаю что, жильё, и полностью там обеспечивают машину. Да. И всё. Да, и ты получаешь... То есть и контракты рекламные, понимаешь? То есть я, в принципе, если поеду туда, я больше, наверное, получу, чем получу здесь. К сожалению, в нашей стране спортсменов, ну, таких, как я, наверное, кто там стоит рекорды, это непонятно, да, наверное, не ценят. Вот, к сожалению, не знаю, я, может быть, создал бы здесь, в стране, ассоциацию таких вот спортсменов, ненужных, знаешь, и вот как-нибудь нам... Не, на самом деле нужно это, зря так, потому что это, мне кажется, это очень важно, вот для ребят, которые нас смотрят, да, чтобы они видели, куда можно стремиться, то есть можно ставить ещё большие цели, можно доказывать, то есть, да, можно как бы развиваться в таком позитивном русле, да, не пить пиво в подъезде. Всё-таки люди начинают позитивно двигаться, да, и ставить какие-то новые цели, вот, мне кажется, всё равно это важно, вот, а скажи, то есть в Штатах предлагают 10 тысяч долларов, вот, скажи сейчас здесь, в России, как вот, сколько ты... Я не получаю 10 тысяч долларов, ну, около 5 тысяч долларов я могу иметь, да, ну, как бы, суббота, ну, как не напрягаешь. Сам себе поставил цель, что я каждый день просыпаюсь в 5.45, и засыпаю в 23.45, всё, у меня должен быть день продуктивный, я записываю в ежедневнике, что я должен сделать, как я должен прийти к своей цели. А цель у меня, на самом деле, была здесь основная, это построить зал, я к нему ушёл, там, 5 лет, я не мог, да, найти инвесторов, то я находил, они потом сливались, ну, многих моментов было. И как сейчас? Сейчас я эту историю отпустил просто. Не хочется? Я не то, что не хочу, я сказал так, ну, как бы, как Бог даст мне, знаешь, так вот, и у меня, наверное, зал и построится. Ну, ты всё. Короче, ребята, родилась в Суперде, я не знаю, если только вы меня поддержите, нарисовался очень опытный соперник, он пока не знает об этом, это Оскар Хартман, Оскар, хоть ты уже 6 месяцев подряд занимаешься каждый день, по-моему, или сколько там, но всё-таки, как бы, главное, это боевой дух, я вызываю тебя на батл. Мы делаем бёрпи в течение одного часа на количество повторений, сколько кто сделает максимальное количество, кто это победил. Если принимаешь батл, снимай видео, выкладывай, всё, давай, 12 июня, если ты в теме, то поехали. Погнали. Сколько надо денег вложить и какая окупаемость, то есть сколько примерно в месяц прибыль? Смотри, окупается всё это дело примерно от 6 до 8 месяцев, выходим на точку безубыточности, так скажем, да, окупаемся, и после этого уже идёт прибыль. Сам процесс, да, то есть сам заработок основан на откликах вот этих исполнителей, да, то есть каждый, кто хочет взять заказ, вот ты сейчас разместил, да, что вот это вот нужно на цветы доставить. И чтобы человеку вот это всё отвести, ему нужно оставить своё, как бы, предложение тебе, оно ему стоит денег в разных категориях. То есть курьер сейчас заплатит вашей компании за то, что он получил этот заказ? Да, он заплатит за то, что он, в принципе, предложит тебе свои услуги, вот, и, соответственно, ты, как бы, можешь выбрать уже, будешь ты с ним работать, скажем так, или нет. Ну, и сколько, какая сумма, чтобы начать? Ну, вот, например, там, взять какой-то город, я не знаю, Омск, давай. Ну, наверное, Омск, по-моему, город-миллионник, если я не ошибаюсь, да, и для Омска вот самый максимальный пакет будет стоить 900 тысяч рублей, самый минимальный пакет 350 тысяч рублей. Да, а что входит в 900 тысяч, что они получат за это? В 900 тысяч они получают эксклюзив на свой город, да, то есть никто больше не работает, они получают, собственно, понятно, что вот это операционное руководство, договоры, все, сам продукт, маркетинг-кит, бизнес-бук, бренд-бук. Ну, и плюс у нас есть, как бы, три отдела поддержки, это вот техническая поддержка, маркетинговая и отдел продаж, и, собственно, можно каждому из отделов обратиться с каким-то вопросом. Прошло 15 минут, мы прошли модерацию, и мы получили исполнителей, добрый день, Сергей, готов выполнить ваш заказ прямо сейчас, нахожусь в центре. Он поставил 1000 рублей, что это значит? Что, готов за косарь это сделать? Я за 5000 давал. Слушай, ну вот, он хочет за косарь сделать, но на самом деле... Ты будешь роза подешевле? Нет, на самом деле он, видимо, имеет в виду, что он готов за косарь. То есть он заплатит за цветы и возьмет тысячу, ну нормально. То есть он тебе привезет чек, видимо, и... Да, готов предложить услуги сейчас. А что, как это? Все, я с ним обсуждаю теперь здесь, да? Да, все, пожалуй. Я так давно вообще таким не занимался, потому что обычно все это делает Стас. Вот, он все заказывает, но... Ну, Стас теперь будет ему удобнее тоже, да? Вся работа превратится вот по-быстренькому хлопу все. Да, в заказы составления. Ну, просто, видишь, а так получается всех прозванивать там. Ну да. Вот, ну, в принципе, он горит, что в центре, я думаю, что он успеет. Так что, можно, мне можно уже выезжать, да? И как раз мне ехать сейчас примерно, ну вот, и... Окей. Назначаю исполнителем. Так, ну что же, в общем, сейчас будет тест-драйв, я очень... Ну ты уже видишь, да, не, я вижу, что сейчас уже работает, вроде как. Главное теперь, чтобы курьер не слился, чтобы он достал цветы. Косарик нужен, да, чтобы мои деньги не пошли мимо. Короче, я поехал, все, мне надо к Маше. Тебе позвоню и расскажу. Давай. Хорошо? Давай. Звонить, все, супер. Сережа, ну что это питание? В смысле? С какими цветами? Там, телепорт, шагерин. А, ну все нормально, а, да, да, Женя, красавчик, спасибо за цветы, Маша счастлива, все довольны, супер, сервис огонь. Скажи вот ребятам, которые сейчас только вот думают вообще, чем заняться, которым там 13-15 лет, еще где-то в школе учатся, да, дай какие-то советы, вот как ты думаешь, как найти себя в жизни? Я им советую, конечно, выбирать себе по душе, вот, то, что лежит на сердце, да, вот, куда двигается ваша душа, тело, разум, вот туда и нужно идти. А как вот ты принял решение уехать из Волгограда, в Москву переехать, как хотел? Слушай, на самом деле у меня жизнь такая была интересная, я на данном этапе пишу книжку небольшую о себе, вот, и хотел как раз рекорды ее написать, чтобы людям, там, дайте, почитать, как я вообще... Сколько тебе сейчас лет? 27. Я уже старый. Да, у меня 30, ребят. Вот, сам родился в Таджикистане, родители у меня, мама закончила институт у меня инженерно-строительный, дорожный, в Омске, и отец у меня там же закончил, там они познакомились, в общем, началась война в Таджикистане, и мы убежали, как беженцы, в Волгоград. Тяжело жили, я вот, когда был маленький, я сказал родителям, что, я говорю, мам, вот, нас там в семье, нас двое, сестра старшая, я сказал, что в нашей семье кто-то должен быть успешным и богатым. И я сказал, что это буду я, и поэтому я всю семью перетяну и вытащу. И вот в 18 лет, когда я как раз-таки поступил в институт физкультурный, знаешь, я прям решил, что, на первом курсе, причем, я решил, что я буду лучшим тренером в мире. Вот я сам себе сказал, что я поеду и буду зарабатывать в час, на тот момент, я помню, всем говорил, что буду в час зарабатывать 100 долларов. Я сейчас зарабатываю, бывает и больше. И я такой думаю, нет, все, у меня есть цель, и все. Я с 5 тысяч рублей взял, собрал вещи и уехал в Москву. Это сколько, 18 лет? 18 лет. То есть ты ушел из института, получается? Нет, ты знаешь как, я был китр, умный, я не знаю, как это назвать еще. Я просто договорился с преподавателями, что я буду приезжать на сессию, издавать только профилирующие предметы, а там они как-то будут договариваться. Я умел договариваться просто с преподавателями. Не знаю, можно это говорить? Конечно, конечно, это важный навык вообще, очень пригодится в жизни. Да, я договорился с ними абсолютно нормально, приезжал на сессии, сдавал. Приехал сюда в никуда, жил у друга здесь на тот момент, было тяжело. Ну реально было тяжело, такой степени, что им нечего было кушать серьезно. Собирал по 10 копеек, молился Богу, чтобы на проезд хватило. Я один раз помню, когда я уехал в другой город, молился, 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 не хватало 5 рублей железо клянуть. Я как бы особо, знаешь, никогда деньги на полный не ходил, невезучий в этом плане был. Но у меня все через сложности, но я добивался. И вот как раз-таки в тот момент я помолился, знаешь, опустил голову вниз и нашел 5 рублей, клянусь. Новые, они прям блестели. Ну я тогда понял, что нужно просто побольше просить, знаешь, для себя, там, для других, и тогда точно все у тебя получится. И все, я как-то вот так постепенно-постепенно устроился потом на работу. Знаешь, я знал одну программу по фитнесу, я еще был групповик. Я знал одну программу по фитнесу, называлась она, я как сейчас помню, бодик, нет, тайбо. То есть под музыку ты там начинал наносить удары, то есть в темп, в ритм. И так получилось, что, знаешь, у меня была стажировка в другом большом фитнес-клубе. Там нужно было с утра до вечера быть на этой стажировке в течение месяца. А работы не было, знаешь, я думаю, ну как быть? И там как раз был парень на стажировке, его лучше звали. И я говорю, Лёх, слушай, блин, знаешь, ну, мне не то, что стыдно, мне на самом деле больно об этом говорить, потому что, помню, у меня были кроссовки убиты. Я вообще был, ну, штаны, то есть, я был чистенький всегда, да, меня мама приучила. Но такой, прям, знаешь, бедные кроссовки такие, я не знаю, как их еще назвать. И я говорю, слушай, у меня денег нету, вот, до дома я шел, знаешь, по 20 километров пешком. То есть вот так вот было. И я говорю, слушай, у тебя есть какая-нибудь работа? Он говорит, Игорян, есть, коленчик. У меня в жизни никогда не курил. В жизни никогда не курил. И я говорю, как коленчиком? Я никогда не курил, я же умру там, всерьез, все легкие выкидываю. Он говорит, ну, Игорян, это легкие деньги, и поэтому ты можешь за ночь заработать до 10 тысяч, до 15 тысяч. Я говорю, Лёг, ну, давай, он говорит, только неделю надо стажироваться. Если выйдешь, то тебе хорошее место за сумку не будет. И все, я выдержал эту неделю, я умирал там так, просто, ну, нереально. Было тяжело, я курил этот кальян, знаешь, мне рвало. Я бежал, это клиент, клал его на стол, убегал, меня рвало, короче. И вот так вот я на протяжении трех месяцев скопился там, ну, нормально, причем я заработал. Может, тысяч 100 я заработал, точно, на тот момент. И как раз стажировка закончилась, меня взяли на работу, и все, я стал работать, работать, работать в экспите. Мама приехала в Москву, она меня увидела, у меня там на голове такие волосы, ну, оброшу, денег нет, чтобы подстричься. И мать говорит, слышь, она прям плакала, говорит, давай я тебя заберу, потому что, ну, так невозможно, не вариант. Я говорю, ма, слушай, я же не могу, у меня пацаны за спиной, которые знают, что я уехал сюда, и я им пообещал, что я буду зарабатывать в час там 100 долларов. То есть, короче, у тебя была цена слова такая, да? Очень сильная, да, очень сильная. Пацаны назад хуже, чем, то есть, хуже любого варианта развития сопутствия. Да, 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 я вот, знаешь, у меня даже не было вот обратного движения, не было заднего хода точно. То есть, я понимал, что не вариант. Ну, вот ты дашь совет ребятам, которые сейчас в другом городе находятся, и у них нет денег, и они не знают, что делать, вот как, по-твоему, взять, все бросить и уехать в Москву, правильно это решение или нет? Я считаю, что нужно, конечно, взвесить, если у тебя есть цель, советую, конечно, идти к этой цели, честно, правильно. Пусть это будет тяжело, как говорят, если тяжело идешь, значит, Бог тебя больше всех любит. Такой совет. Да, короче, ребята, ставьте большую цель, не бойтесь, переезжайте в другие города, сжигайте мосты. Сначала взвешивайте, конечно, семь раз отмерь, да, один отрежь. Но, если есть большая цель, то вы точно вытяните, вот, не бойтесь, идите вперед, занимайтесь спортом. Пока. Субтитры подогнал «Симон»